всем привет давно меня просили сделать этот ролик много комментариев по этому поводу я получил и отвечая на просьбы моих подписчиков я решил сделать это видео проанализировав свой 30-летний опыт признаюсь думал долго я определил 27 признаков правильного настоящего мастера может их конечно и больше да вероятнее всего и больше но я сконцентрировался на этих позициях думаю они основные дают определение правильного грамотного специалиста ведь выбрать мастера или бригаду мастеров для ремонта квартиры эта задача для многих людей порой непосильная а иногда просто невыполнимая хорошо если у вас есть хороший проверенный надежный специалист в этом случае вы можете считать что вам крупно повезло а если ситуация обратная как не ошибиться в выборе и не стать жертвой мошенников и проходимцев которых вокруг полно давайте разберем 27 признаков того что перед вами правильный грамотный и честный мастер однако скажу что не все признаки на сто процентов позволяет выявить того специалиста который действительно вам подойдет а найти мастера обладающего 27 признаками сразу это из раздела фантастики однако зная как и по каким критериям мастера или бригаду нужно оценивать вы гораздо легче и проще сделайте выбор без ошибок итак признак первый приятный и опрятный внешний вид да именно внешний вид является одним из критериев выбора мастера не зря же говорят что людей встречают по одежке как человек относится к себе так он вероятнее всего будет относиться к своей работе скорее всего на квартире будет такой же бардак как и бардак в его одежде да и вряд ли вам будет комфортно работать с человеком который выглядит как чучело или пугало с дачного огорода признак второй отсутствие алкогольного запаха за последние полгода потенциальные клиенты упоминали не менее пяти раз о мастерах приезжавших на осмотр объектов с запахом алкоголя мне тоже попадались такие типы при выезде в основном на новостройки до конца не понимаю каким образом это связано то ли с низкими запросами заказчиков при ремонте новостроек то ли есть какие-то более весомые причины мне это неизвестно но такой факт имеет место быть к сожалению в нашей стране не пьющий мастер это редкость даже среди очень высококлассных мастеров но вам нужен именно такой чтобы выяснить этот момент пригласите его для ознакомления с объектом в пятницу или в воскресенье вечером без предупреждения вы все поймете по его виду даю совет прописывайте в договоре санкции за работу в нетрезвом виде вплоть до разрыва контракта в одностороннем порядке с удержанием неустойки смех смехом но если мастер приезжавший к вам трезв и не имеет день рождеечных или юбилейных запахов то ставим ему плюс признак 3 рекомендации уровень мастера можно и нужно проверять но как это сделать не всегда можно и нужно верить словам именно по этой причине большинство людей ищут мастеров по рекомендациям в ремонте столько нюансов что оценить мастерство можно только глядя на результат и никак иначе более того уровень восприятия качественной работы и понимания хорошего ремонта у людей очень разные поэтому только посмотрев своими глазами что делает тот или иной мастер вы можете принимать решение никаких рекомендаций ваших знакомых на словах запомните никаких только своими глазами признак 4 грамотное общение этот признак имеет не очень железобетонное основание потому что пустить пыль в глаза может и не умеха умеющий однако красиво излагать свои мысли но если мастер не уходит от ваших вопросов не плавает в теме рассуждает грамотно и уверенно это повод по крайней мере не отсеивать его из потенциальных подрядчиков признак 5 очередь к мастеру этому признаку нужно уделить особое внимание потому как это очень серьезный показатель мастерства и профессионализма хорошего отделочника всегда можно узнать по очереди которая к нему выстраивается нередко профессионалы получают заказы на месяц и годы вперед как следствие у них появляется возможность выбора клиентов которыми мастер желает сотрудничать и цены по которым он согласен работать признак 6 дорогой мастер в настоящее время полно мастеров кавычках которые готовы взяться за работу за самую маленькую оплату почему у меня есть два варианта ответа на этот вопрос либо у этих мастеров большие проблемы с качеством работы либо проблемы с заниженной самооценкой прошу вас не забывать поговорку что скупой и неопытный платит дважды применительно к ремонтной сфере она подходит просто изумительно и опять же вспомните признак номер пять хорошему мастеру всегда очередь необходимо понимать что хороших мастеров за копейки вы не найдете потому что признанный мастер своем деле всегда знает цену себе и своей работе признак 7 инструмент наличие профессионального инструмента является обязательным условием для хорошего мастера согласитесь нельзя сделать качественный ремонт лишь с помощью отвертки и молотка у профессионала должно быть соответствующее оборудование перфоратор шуруповерт плиточный станок торцевая отрезная пилы а также огромное количество ручного инструмента их желательно чтобы эти инструменты были от известных мировых производителей и имели рабочий кавычках вид то есть побывали на ремонтах если перед вами обладатель китайского барахла это основание задуматься об уровне мастера конечно не всегда инструмент но нейм это плохо плохо то что такое имеет привычку ломаться и ломаться в самый неподходящий момент не думаю что вам понравится недельный или двухнедельный простой по причине поломки инструмента признак 8 договор ответственный порядочный и уверенный в своих силах мастер не побоится подписать с вами договор в котором будут прописаны условия сотрудничества порядок оплаты и сроки выполнения работ а также штрафные санкции в некоторых случаях мастера сами настаивают на подписании договора можете быть уверены что они так же как и вы хотят быть застрахованы и быть уверены в своевременном получении оплаты за выполненные работы при условии надлежащего оказания услуг признак девятый уточнение деталей любого мастера в любом деле характеризует отношение к мелочам а ремонт состоит из тысячи мелочей и чем дороже ремонт тем больше этих мелочей правильный мастер задает вопросы чтобы точно знать чего вы хотите и каким вы видите результат в итоге исходя из этого он будет понимать какие приемы и технологии он должен будет применить для достижения целей которые вы перед ним поставили четкость это основа грамотности особенно в задании для мастера а если вы работаете с компанией которая пришлет к вам бригаду ремонтников все подобные беседы проводятся через бригадира но когда вы наняли мастера которому придется работать в одиночку обрисовывайте задачи не в общем а пошагово только так вы сможете добиться того чего вы хотите от специалиста признак десятый информация о мастерах интернет-сервисов поймите это ни разу не гарантия найти правильного мастера и подтверждение тому отзывы попавших неприятной ситуации заказчиков но мы живем в современном мире поэтому не стоит игнорировать этот кладезь полезной информации тем более что в интернете работает целый ряд сервисов специализирующихся на подбое отделочников взять на заметку или на карандаш мастеров для дальнейшего общения выбора на этих сервисах вполне допустимо но безоговорочно доверять информации неразумно вероятность найти правильного мастера я оцениваю как соотношение 50 на 50 признак одиннадцатый мастер работает по смете еще один плюс копилку настоящих мастеров обязательно составляйте смету с четким перечнем и стоимостью работ скорее всего эта сумма увеличится так как будут так называемые скрытые работы или затраты мастер называющий вам сумму заработать потолка должен без промедления быть отправлен в мусорку заказчику стоит обратить внимание на включение смету всех работ небольшой совет зачастую с целью повышения итоговой стоимости ремонта квартиры перечень специально не записывают отдельные процессы также необходимо обратить внимание на правильность указания метража помещения квартире при занижении этой цифры расходы в будущем значительно возрастут случае когда стоимость сметы покажется вам завышенной следует проанализировать все ее пункты некоторые подрядчики включают в нее лишние работы которые впоследствии не выполняются можно также сравнить сметы нескольких подрядчиков и выбрать наиболее подходящую для вас на практике учесть все расходы труднодостижимо поэтому следует установить доверительные взаимоотношения с исполнителем чтобы избежать чрезмерной траты средств и конфликтов признак двенадцатый готовые объекты если мастера готовы вам показать готовые объекты то не отказывайтесь ни в коем случае потому что это вообще большая редкость как правило хозяева квартир не горят желанием пускать свой дом чужих людей а если бывший клиент соглашается на показ это может свидетельствовать только об одном хозяин доволен ремонтом и у него добрые отношения с мастерами а это лучшие рекомендации для мастера признак тринадцатый игрил обязательно рекомендую перед подписанием договоров и тем более передачей ваших финансов проверить информацию и потенциальных подрядчиков на сайте игрил.налог.ру необходимо посмотреть два момента как давно работает организация или ип соответственно чем дольше тем лучше и второй момент проверить существует ли вообще лицо которое заключает с вами договор конечно это не стопроцентная гарантия выполнения качественного ремонта но от каких-то проблем вы себя точно обезопасите признак четырнадцатый гарантия если мастера прописывают в договоре гарантийные сроки то это наши люди такими мастерами можно иметь дело но необходимо знать пару вещей первое гарантия распространяется только на работы произведенные в соответствии с технологиями и материал который используется должен соответствовать технологии производства работ противном случае гарантия прописанная в договоре это только приятные предложения предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда силу статьи 756 гражданского кодекса российской федерации составляет 5 лет и возможности его уменьшения законом не предусмотрено по смыслу статьи 724 гражданского кодекса российской федерации обязанность подрядчика по устранению дефектов сохраняется и после истечения гарантийного срока если он установлен менее предельного периода кому интересно эта тема может ознакомиться с определением ВАЗ РФ от 18 августа 2008 года номер 10 196 дробь 08. Таким образом, при наличии письменного договора вы имеете право выявить недостатки работ в течение 5 лет. Признак 15. Сроки проведения работ. Нужно понимать, что качественный ремонт не может быть сделан за 2 недели или месяц. Почему? Да потому что существует понятие технология. Некоторые виды штукатурок, например, должны выдерживаться в течение 28 дней до нанесения следующих покрытий. Задайте мастеру вопрос о продолжительности вашего ремонта и причинах с этими сроками связанными. Если одним из условий мастер заявит соблюдение технологии производства или работ, то к этому мастеру стоит присмотреться. Поймите, уважаемые клиенты, нельзя сделать качественный капитальный ремонт ванной комнаты за 2 недели. Это просто невозможно. Поэтому будьте внимательны в этом вопросе. Признак 16. Старт работ. Если ваш потенциальный подрядчик не может назвать вам дату начала работ вашего ремонта, это повод отказаться от его услуг. Как правило, причина кроется в том, что подрядчик занимается не только вашим объектом, а еще несколькими. Если все бригады уже на объектах, ваш ремонт будет ждать своей очереди. Не факт, что начнут завтра, послезавтра, через неделю или через месяц. Правильные мастера всегда точно и четко назовут вам дату начала работы. Имейте это в виду. Признак 17. Порядок оплаты. Наиболее правильной будет поэтапная плата. Это наиболее безопасная схема. В этом случае и заказчик, и подрядчик находятся в равных условиях. Так заказчик может при желании отказаться от услуг подрядчика, если он не выполняет свои обязательства. И мастер по ремонту будет спокоен, что он не останется без оплаты. Иные варианты должны вызвать у вас вопросы. Признак 18. Стоимость работ. При выборе отделочников не руководствуйтесь только лишь низкой стоимостью услуг. Высок риск нарваться на ровшанов и джамшутов из известного ситкома. А вы догадываетесь, чем это грозит. К тому же, если вы готовы заплатить заведомо низкую цену, то не совсем удобно будет потом спрашивать за допущенные косяки и нарушения технологии. У правильных мастеров стоимость работы должна быть адекватная, расписанная по пунктам и фиксированная. Признак 19. Современные технологии. Правильный мастер должен в совершенстве владеть современными технологиями в ремонтной сфере. Чтобы разобраться в этом вопросе, вам придется посидеть в интернете хотя бы полдня. Для того, чтобы в маломальской форме владеть материальной частью вопроса или потратить время и пообщаться со знакомыми, недавно проводившими ремонт, или приятелями, которые работают в строительных бригадах или отделочной сфере. Мастер, не владеющий современными технологиями и имеющий мало представления современных материалов, сможет сделать вам хороший ремонт. Но это будет долго, еще раз долго и не всегда дешево. Признак 20. Стаж и опыт. Кто такой опытный отделочник? И почему стаж и опыт – это две большие разницы? Опытный отделочник – это мастер, обладающий большим опытом и обширными практическими знаниями в своей области. Стаж мастера – это не показатели его мастерства. Запомните это. Стаж – это количество времени в годах, проведенное человеком в определенной профессии. А опыт – это количество новых знаний и умений, полученным человеком в ходе стажа. Опыт приходит со стажем. Опыта без стажа не бывает. А без стажа нет и опыта. К сожалению, наоборот, не всегда верно. Бывает стаж, но не всегда приходит опыт. Проработал отделочник на подхвате, ничего не умея, ни к чему не стремясь, не желая повысить свое профессиональное мастерство несколько лет. С одной стороны, он имеет стаж и опыт. С другой стороны, этот мастер – просто пустышка. Вывод. Стаж и опыт – не показатель, на который необходимо обращать пристальное внимание. Однако вы можете удостовериться хотя бы в стаже работы потенциального мастера или бригады. Это несложно сделать, посетив их страницы в социальных сетях, с целью получения информации о том, с какого года ваши потенциальные подрядчики в этом бизнесе. Признак 21. Ответственность. Конечно, понять, является мастер ответственным или нет, не так-то просто. Но если ваш потенциальный подрядчик связывается с вами в строго оговоренные промежутки времени, если он точен и предупреждает вас об опоздании с указанием точного времени, когда он появится, и если он на встрече не опаздывает и предварительные договоренности выполняет в установленные сроки, значит, с таким мастером вполне вероятно дальнейшее сотрудничество. Имеется большая вероятность того, что и к своей работе он относится также ответственно. Признак 22. Профессионализм. Я даю своим клиентам такой совет для определения профессионализма мастеров. При первом общении рекомендую задать такой вопрос. Вы готовы к тому, что ваши работы на объекте будет контролировать сторонний технический надзор? Результат удивляет. 8 из 10 потенциальных подрядчиков после этого разговора на связь просто не выходят и теряют к объекту интерес. Что, безусловно, является показателем мастерства и профессионализма потенциальных подрядчиков. Хороший специалист не испугается даже самого жесткого контроля со стороны заказчика. Это убережет вас от неприятных сюрпризов и разочарований. Признак 23. Порядочность. Самая редкая встречающаяся черта у мастеров. Как определить порядочность? Четких определений у меня нет. Каждый клиент решает для себя сам. Делая свой ремонт, хозяева квартиры и мастера, работающие на ней, проживают маленькую длиной пару месяцев, а иногда немаленькую в пару лет жизнь. И строгое соблюдение мастерами всегда и во всем установленных в обществе норм поведения, и неспособность мастеров ни при каких обстоятельствах к подлым поступкам, играют большую, а иногда ключевую роль. Я понимаю, что в последнее время встречаются клиенты, которые сами такого понятия не знают, наглые и бесцеремонные. Ремонт, особенно если он длительный, это испытание для обеих сторон. Еще какое. И моральные качества мастеров, тремящихся всегда выполнить взятые на себя обязательства и обещания, иногда имеют не последнее значение. По-моему, в ремонтном деле две стороны хотят добиться одного, чтобы заказчик остался доволен. Если обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и пониманием, то ремонт будет только в радости. Признак 24. Репутация. Репутация мастера-отделочника – это далеко не пустые слова. Как показывает мой опыт, высококлассные специалисты, как правило, известны довольно большому кругу заказчиков, потому что кто-то где-то с кем-то пересекался, кто-то о ком-то где-то что-то слышал. Несмотря на то, что наши города большие, правильные мастера всегда на виду и о них знают, к ним очередь, они востребованы. И никогда они не позволяют себе ничего из того, что бы могло подмочить их репутацию. Если вы нашли именно такого мастера, вам повезло. Признак 25. Терпение. Да, не все клиенты идеальны. Кто-то будет торопить, кто-то будет хитрить с оплатой, а отделочник должен проявить терпение в таких вопросах, настойчиво, но вежливо отстаивать свое мнение. Если к вам приехал такой мастер, поздравляю. Признак 26. Аккуратность. Даю совет. Если к вам приехал на квартиру или дом потенциальный подрядчик, обратите внимание, как он себя ведет. Например, не кладет ли на ваш любимый стеклянный столик без вашего разрешения рулетку, уровень или что-то иное, что на вашем столике находиться не должно при любом раскладе. Если что-то подобное произошло на вашей квартире, вполне возможно, что плитку в дальнейшем будут резать на новом ламинате, а на новые обои будут опираться листы ГКЛ или коробки от только что привезенных дверей. Аккуратность во время проведения ремонтных работ – великая вещь. Обратите на это особое внимание. Признак 27. Связь. Этот момент очень, очень важен в настоящее время. Заказчик должен быть уверен, что мастер может ответить ему в достаточно короткий промежуток времени, даже ночью. Потому что вопросы и проблемы могут возникать неожиданно. Например, из моего опыта. Приехали как-то мои клиенты на объект ночью. Ну, потянуло их после вечеринки посмотреть, как происходит у них ремонт. И вот стало им душновато. И решила хозяйка открыть окно. Да так это грамотно сделала, а поставить обратно окно, ну никак не получается. Вечеринка же. И вот я еду в 2 часа ночи на объект закрывать окно. Вывод. Связь на первом месте. И по телефону, и по интернету. Проверьте вашего мастера. Как быстро он реагирует на ваши звонки и обращения. Как быстро перезванивает. Это может иметь очень большое значение в дальнейшем. Не найдитесь на то, что все мастера делают одинаково и только просят за свою работу по-разному. Правила «хорошие и дешевым не бывает» уже давно проверено и неоднократно подтверждено. Настоящий профессионал ценит свое время, навыки и работать за копейки он конечно не будет. Он такой же человек, как и заказчик, который в свою очередь тоже получает зарплату с размером своей квалификации и профессиональному уровню. Понятно, что хочется сэкономить и получить качественную работу, но и к поиску отделочников надо подходить ответственно. Думайте, считайте и делайте правильный выбор. Или не делайте ремонт вообще, иначе вы рискуете остаться у разбитого корыта. Современный отделочник это уже давно не дядя Вася с грязным инструментом, а то и вообще без него. Многие парни, с которыми я сталкивался на объектах, имеют высшее образование, грамотные в своем деле спецы. Могут предлагать какие-то идеи и знают, как и что лучше сделать. К любому вопросу нужно подходить разумно и взвешенно. А хороших мастеров у нас хватает. Как говорят, кто не ошибается, тот просто ничего не делает. По-моему, в ремонтном деле обе стороны хотят одного – добиться, чтобы ремонт был окончен, чтобы заказчик был доволен и мастер ушел с объекта с чувством выполненного, хорошо выполненного долга. Профессионального долга. Если обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и пониманием, то ваш ремонт не только закончится, он закончится вовремя и принесет вам удовольствие от полученного результата. На этом у меня все. Надеюсь, что информация, которую я изложил в этом ролике, поможет вам избежать чужих ошибок, выбрать правильного подрядчика и сделать хороший и качественный ремонт, который будет безусловно радовать вас долгие годы. Удачного вам ремонта и всего хорошего!